Известный педагог и философ Януш Корчак говорил, что ребенок это не ваша собственность, это душа, данная вам на хранение. Ну а здоровая душа, как известно, может жить только в здоровом теле. Почему же желание иметь здорового ребенка становится все более призрачным? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня у нас в студии Светлана Пыркова, главный внештатный педиатр Минздрава Самарской области, заместитель главного врача Самарской городской клинической поликлиники 15, доцент кафедры госпитальной педиатрии СМГМУ и кандидат медицинских наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня говорим о здоровье детей, конечно же, коль скоро у нас педиатр в студии. И я бы хотела начать с того, что, собственно, это я не Светлане Александровне, а вам расскажу, что в 2000 году ученый Совет Минздрава России принял решение рекомендовать детское отделение поликлиники 15 как школу передового опыта для первичного звена здравоохранения России. О как! Почетно было? Было, да. Торжественно, почетно, но много трудов для того, чтобы вот такое вот звание как раз, как, я не знаю, какая-то такая большая награда, очень значимая, была, наверное, присуждена детскому отделению. Ну, вот, собственно, об этом передовом-то опыте я бы и хотела, чтобы сегодня вы рассказали. И, коль скоро я начала с того, что надежда иметь здорового ребенка становится все более призрачной, но на самом же деле здоровье детей сегодня не ах. И вот Всемирная организация здравоохранения... Все запуталось совсем. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что сегодня дети в возрасте от нуля до 18 лет сталкиваются с целым рядом новых угроз. Ну, вот они имеют в виду изменение климата, загрязнение, вредный коммерческий маркетинг, нездоровый образ жизни и питание. Вот вы бы к этому что-то добавили, к этим новым угрозам или, может быть, что-то из них вычеркнули? Я, наверное, бы только добавила, потому что, несмотря на то, что прогресс очевиден в плане информационных технологий, мы без них не можем прожить ни одного дня. При этом мы стали меньше общаться. Есть и положительные черты у прогресса, есть и отрицательные. К сожалению, негативные очень касаются состояния здоровья, потому что использование информационных технологий подменяет под собой понятие, например, или, наверное, приравнивается знаком равно к гиподинамии. Фактически мы, при том, что постоянно, а сейчас проще всего сидеть в телефонах, наверное, чем в планшетах и в компьютерах, поскольку они такого высокого уровня, мы, к сожалению, стали меньше двигаться и меньше стали, самое главное, задумываться об этом. То есть, конечно, если человек хочет быть здоровым, он пытается вести здоровый образ жизни, у него в связи с этим меньше вредных привычек или он хотя бы задумывается и работает над собой, то, конечно, он и будет больше двигаться. И в связи с этим актуально по-прежнему то направление деятельности педиатрической как профилактическая работа, потому что даже по нашим основным законодательным актам педиатр в течение года должен своей профилактической деятельности посвящать более 60% своего рабочего времени. Это как и было, так и остается, только появляются новые вредности, если так можно сказать, и новые направления, профилактики, которые должен осознать сам врач-педиатр, наверное, представлять, какую вредность этот новый вид, наверное, современного процесса представляет, быть посвященным, но, естественно, все профилактические виды деятельности, которые максимально будет это попучное действие, будем так говорить, нивелировать. Ну, то есть вы должны большую часть времени заниматься профилактикой, а меньшую лечение, правильно я поняла? Абсолютно, абсолютно. И, кстати говоря, ну, вносим явно в список новых угроз влияние гаджетов, и, кстати говоря, сейчас ведь дети и во время еды от них не отрываются, и это, наверное, тоже не способствует здоровому пищеварению, да? Вы знаете, очень печален тот факт, что, наверное, родители, или мы их называем законными представителями на основании наших основных законодательных актов также, они не всегда задумываются о том, чтобы, наверное, отвлечь ребенка, увлечь чем-то и при этом самому участвовать. То есть проще всего, конечно, взять телефон, запустить там какой-то мультик, и при этом самому рядом сидеть. Но есть и такие родители, которые в процессе увлечения, я не знаю, там, рассказа какого-то увлекательного, в процессе, например, нахождения в каком-то, в какой-то организации, которая, наверное, достаточное количество времени отвлекает у ребенка, самому в этом участвовать. Это же могут быть и чтение какой-то книги, и это, возможно, делать с паролем, и мама с папой могут в этом участвовать. Это может быть... Викторина как-то. Викторина. Причем это может, допустим, участвовать в ней не один ребенок, а рядом, ну, несколько детей, которые, да, я не знаю, можно с собой какую-то элементарные игрушки, ну, они могут быть разного формата, да, тоже, допустим, захватить, и это тоже будет отвлекать ребенка и не будет, наверное, способствовать угрозе нарушения зрения, при том, что ребенок пытается в этом маленьком экране разглядеть, не просто сфокусировать те объекты, которые видят, они еще и двигаются, то есть это дополнительная нагрузка на его зрительный анализатор, то есть это фактор риска на факторе риска, будем так говорить. При том, что, в общем, мы это все понимаем, но мало кто борется, мало кто борется, нам все время некогда. Итак, возвращаясь к вашему передовому опыту, у вас существует Центр Здоровый Ребенок, да? Да. И вот, я вычитала, что там лечебную помощь оказали уже более чем 15 тысячам детей и подросткам аж по 20 специальностям. Ну, вообще, что за принцип организации этого Центра? Что это такое? Ну, Центр Здоровый Ребенок представляет собой детское подразделение. Детское подразделение делится на два отдельных расположенных здания. Основное здание это ведет приемы два отделения врачей-педиатров, отделение врачей-специалистов. Это входная зона, зона регистратора гардероба, это бокс для приема, фильтр-бокс для приема детей-температурящих. И отдельно расположенное здание, в котором функционирует отделение восстановительного лечения. Там есть отделение диагностическое, именно где у нас, например, проводится ультразвуковая диагностика, ЭКГ-диагностика. И на базе данного подразделения находится Центр Здоровья для детей. На этом Центре Здоровья детей я хотел бы более так, наверное, остановиться в связи с тем, что, во-первых, таких центров только два в городе Самаре. Это Центр Здоровья, который при помощи своего диагностического, при помощи своей диагностической аппаратуры может выявлять на ранней стадии заболевание в стадии предболезни. То есть это еще на стадии факторов риска развития. Диагностическое оборудование у нас на базе детского отделения получено, и мы используем его как стационарным методом. То есть фактически мы приглашаем к себе пациентов именно по адресу Старозагора 84А. Так и это для нас является инновацией, поскольку у нас все оборудование стационарное. Мы пытаемся выехать в образовательные организации по предварительному информированному согласию, сначала оповещая администрацию образовательной организации, затем информируя, естественно, посещающих эти образовательные организации, либо школьников, либо детей садикового возраста. То есть в школах, в садиках пообследовать детей? Да, но у нас, конечно, для того, чтобы достоверность исследований была максимальная, это крайний возраст ограничения лучше с шести лет и более старший возраст. Мы выезжаем, предварительно предупреждаем, родители дают информированные согласия, законные представители. Мы в день, когда приезжаем, информируем о том, что мы прибыли, и уже педагоги приводят к нам детей на обследование. Конечно, в первую очередь это должны быть дети абсолютно здоровые, либо имеющие какие-то небольшие функциональные отклонения, или, как мы говорим, вторая группа здоровья. Но уж какую-то тяжелую аппаратуру с собой не повезете. В основном это компьютеры и такая мини-аппаратура, которая, ну, достаточно, чтобы мы ее перенесли из наших кабинетов в автомобиль. Конечно, что-то такого глобального мы не привозим, это не МРТ-аппараты, но как бы все-таки мы говорим в данный момент о профилактических технологиях, когда мы при помощи этой аппаратуры именно в стадии предболезни, то есть еще только фактор риска развития выявляем, и в зависимости от его наличия или отсутствия рекомендуем реабилитационные мероприятия. Вот когда вы сообщаете школе, например, что завтра или через три дня будет обследование, и собираются согласия родителей, родители как на это идут? Вы знаете, в основном чаще всего соглашаются. Бывает, конечно, кто отказывается, ну, или, например, дети заболевшие. Чаще всего, основная часть и детей, и их законных представителей соглашаются на обследование центром здоровья. Какова эффективность выявления факторов риска? Вы, ну, действительно, вот находите какие-то угрозы, которые могут впоследствии повлиять на здоровье ребенка? Вы знаете, аппаратура, которую мы получили и которая работает в центре здоровья, я считаю, что она позволяет, во-первых, эффективно работать, потому что она направлена на профилактику неинфекционных, хронических, социально значимых заболеваний. Это ожирение, в первую очередь, это гипертоническая болезнь, это сахарный диабет. Аппаратура обследует дыхательную систему, обследует при помощи кардиовизиографа сердечно-сосудистую систему. Мы при помощи аппарата так называемого биоэпиданс метра и исследуем соотношение мышечной, водной и жировой массы. Потом еще мы проводим исследования глюкозы, мы проводим на стресс-реакции организма исследования, и по результатам выявляемых отклонений как раз составляем карту, причем карта эта строго индивидуальна. В карте еще учитываются обязательно рост и весовые показатели, учитывается анамнез, учитывается наследственность, что, например, у мамы, у папы и у бабушки, какие-то отклонения в состоянии здоровья есть. Все это помещается информацией в компьютер. Компьютер анализирует выявленные факторы риска, выдает нам потом прогноз по развитию того или иного социально значимого заболевания, о которых я говорила ранее, и возможные мероприятия, которые мы можем порекомендовать, это касается питания, образа жизни, физической нагрузки. И если есть отклонения, которые более выражены, то рекомендация обратиться к какому-то врачу и специалисту. Это тоже такое бывает. То есть вы можете обнаружить, например, гипертонию, которая, возможно, случится через сколько лет? Абсолютно точно. Например, только в этом году мы выявили два ребенка, двух детей с сахарным диабетом, то еще при отсутствии симптомов, но, наверное, в течение, может быть, полугода, может быть, меньше, это заболевание бы уже дебютировало. Мы его выявили в периоде остаточной продукции. То есть фактически этот ребенок поступил на обследование выделения эндокринологии уже или еще, или так и должно быть, не выделение реанимата в состоянии гипергликемического фактически криза, а в состоянии небольшого повышения уровня сахара. Но при этом диагноз сахарный диабет, первый тип, этим детям был выставлен. А сколько времени занимает такое обследование? Оно достаточно объемное? Да, исследование объемное, в среднем около 25 минут тратится на каждого ребенка. Всего? Я думала, вы скажете несколько дней. Нет, нет, это в течение одного дня все производится. Единственное, что для того, чтобы внести все результаты в компьютер, для того, чтобы их обработать, для того, чтобы продумать о возможных реабилитационных мероприятиях и, например, методах дальнейшего либо дообследования, либо реабилитации, может быть, нужно какое-то дополнительное время для обработки этой всей информации. То есть само обследование 30 минут, на следующий день оно уже готово, и, возможно, в бумажном виде мы можем это все выдать. Единственное, что дополнительно мы можем, ну, допустим, порекомендовать какое-то из лечебных учреждений, где есть или отсутствуют те или иные подразделения. — Получается, что у вас должна огромная очередь из родителей и детей стоять на такой обследовании? — К сожалению, вот она и не стоит. Потому что профилактировать заболевание у нас в нашей стране, наше население не привыкло. Мы привыкли лечить имеющуюся уже проблему, а для того, чтобы эту проблему не получить, мы ничего не хотим сделать. И мы очень стараемся привлечь внимание нашей общественности для того, чтобы выявлять болезнь на стадии ее еще, там, приближение, будем так говорить. Еще только она где-то в тумане. — Какая-то необъяснимая вещь. Уже на протяжении скольких лет задаю себе этот вопрос, почему ответа нет. Если вы только что подключились к нашей программе, то сегодня в нашей студии Светлана Пыркова, главный внештатный педиатр Минздрава города Самары. Предположим, у ребенка высокие факторы риска какого-либо заболевания. Что дальше? — Ну, во-первых, мы рекомендуем уточняющие обследования. Например, если мы видим, что у ребенка избыточное соотношение висцерального жира при проведении биомпедансометрии, мы рекомендуем биохимическое обследование для того, чтобы понимать, к чему это может привести. В особенности, если у родителей были такие катастрофические заболевания, например, как инсульт, либо мама, папа, бабушка, кто-то уже страдают гипертонической болезнью и имеет при этом большой, уже, будем так сказать, период времени этого страдания. Затем, кроме биохимического обследования, мы рекомендуем уточняющие, например, исследования, такие как, если у нас есть отклонения при помощи, определяемые при помощи кардиовидеографии, например, может быть, какие-то дополнительные исследования в виде ЭКГ. В дальнейшем ребенок идет на консультацию к кардиологу для того, чтобы исключить уже сформировавшуюся патологию. И если этого ничего нет, мы расписываем режим питания, режим физической нагрузки, даем рекомендации по интенсивности физических нагрузок и группы физкультуры в школу. И мы, кстати, очень активно работаем с нашими курируемыми образовательными организациями. Вот, например, мы сейчас ведем работу с двумя школами, более активно работаем с 45-й школой, с директором. Она, например, дала нам свое согласие, что если дети, которые в Центре здоровья прошли обследование, и у них нет такого большого количества факторов риска, то она разрешает посещать детям с картой Центра здоровья в свой бассейн, в 45-й школу плавать. Такая компетка, да? Да, 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 да. Потому что у нас на территории, например, есть только бассейн в 178-й школе или в 45-й. И директор из 45-й школи разрешает детям посещать бассейн в своей школе, несмотря на то, что они могут в этой 45-й школе не учиться. Увидели результат вот этого? Мы... Вообще у нас это долгосрочное такое исследование, которое мы из года в год проводим. Мы даже можем посмотреть, что было в предыдущие года, допустим, спрогнозировать, что будет в последующие года, и работаем очень активно с нашим прикрепленным населением над мероприятиями профилактики. Очень хочется поговорить сейчас про ваше отделение реабилитации, но давайте сначала мы посмотрим сюжет, мы же должны вместе со зрителями его посмотреть, а потом уже поговорим. Удобное крыльцо, просторный холл, яркие стены и подробная информация на стендах встречают пациентов Центра здоровья 15-й поликлиники Самары. Для удобства малышей и их мам в коридорах новые пеленальные столики. Родители могут подождать детей на банкетках. Ремонт в этих стенах прошел менее года назад по нацпроекту «Здоровье». Теперь здесь появился и комфортный зал отдыха, где дети в ожидании процедур могут порисовать мелками на доске, а мамы подождать их на диванах. Всем очень нравится, потому что отделение стало яркое, краски сочные, все заходят радостные. То есть всем нравится, естественно, новый, скажем так, дизайн нашего отделения. Деткам нравится у нас новая комната отдыха для детей. Там стоят также диванчики, столики, доска для рисования. То есть деткам нравится, мамочки пока ждут своей очереди. Детки чем-то заняты, сидят, рисуют мелками. Пройти обследование и получить необходимые процедуры здесь могут дети до 18 лет, проживающие в Самарской области. Попасть сюда они могут не только по направлению участкового врача, но и напрямую. Услуги оказывают по полису бесплатно. Основными задачами и функциями Центра здоровья является выявление факторов риска хронических социально значимых неинфекционных заболеваний, консультирование пациентов по укреплению и сохранению здоровья, включая коррекцию питания, физической активности, занятия спорта, труда и отдыха. Обучает эффективным методам профилактики заболеваний с учетом возрастных особенностей, оценивает адаптационные резервы организма. В последнее время сюда нередко обращаются дети, переболевшие коронавирусом. У некоторых из них диагностируют изменения в сердечно-сосудистой и бронхолегочной системах, изменение артериального давления. Все это поддается лечению. В связи с неправильным питанием у нас участились случаи детей с избыточной массой тела с ожирением. В нашем Центре здоровья проводится методика биопедансиметрии. Это определение состава тела, определение жира, массы и мышц в организме пациента. Для более точной диагностики ожирения метаболического синдрома. В Центре есть лаборатория для забора анализов, проводят УЗИ, ЭХ и ЭКГ. По результатам исследований пациентам назначают индивидуальную реабилитационную программу с направлением на процедуры, которые ему показаны. В лечебном Центре проводится физиотерапевтическое лечение, водолечение, занятия ЛФК. С детьми работают медицинский психолог, логопед и стоматолог. Есть дневной стационар. Мне кажется, прекрасная реклама вашего Центра. Если после этой передачи количество посетителей не увеличится, я просто удивлюсь. Такое красивое место и уютное. Красно показано. Ну так мы с вами хотели поговорить про реабилитацию. Мы уже увидели какие-то моменты. Я смотрела, там у вас и водолечение, есть и физкультура. А вот, может быть, начнем с последствий все-таки коронавируса, поскольку это от нас еще не ушло и все свежо в памяти. Вот в этом плане увеличилось количество реабилитируемых, да? Вы знаете, мы в этом году инициировали такой проект. Мы нашим же Центром Здоровья, в первую очередь, до того, как еще в этот процесс был вовлечен Центр Здоровья, мы собрали списки переболевших детей. Обратили внимание, что в 2022 году стало в три раза больше по сравнению с 2020 годом. То есть, если у нас в прошлом году заболело 840 детей, то в этом году в 2000 с половиной и даже более. Ничего себе прогресс. Представляете, какая разница колоссальная? Если мы, а поскольку мы и медики, постоянно в медицинских сообществах учимся, и семинары, и семинарские занятия, обучающие нас, они организованы Москвой и Питером, и иногда другими даже республиками. Мы делимся опытом по лечению и реабилитации пациентов с новой коронавирусной инфекцией. И по литературным данным мы знаем, что более 90% детей нуждаются в реабилитационном лечении, те, кто перенесли лабораторно подтвержденную новую коронавирусную инфекцию. И поэтому при помощи Центра Здоровья мы инициировали такой проект. Центр Здоровья обследовал детей, кто переболел новой коронавирусной инфекцией с целью выявления факторов риска хронических, неинфекционных, стально значимых заболеваний. Эти дети были точно так же, им были разданы индивидуальные карты осмотра Центра Здоровья с мероприятиями по реабилитации, которые были разработаны точно так же индивидуально. И теперь мы ждем для того, чтобы к нам пришли дети, переболевшие новой коронавирусной инфекцией. В первую очередь это будут те дети, которые имеют два и более фактора риска. Следующий поток у нас это дети, которые имеют менее двух факторов риска. И есть такие дети абсолютно здоровые, как ни странно, которые тоже переболели новой коронавирусной инфекцией. Но поскольку количество детей, которые мы можем реабилитировать за последние полгода 22-го, мы полностью не сможем взять, мы достигли договоренности с нашими образовательными организациями. И мы можем таких детей направить в бассейны в две школы, к медицинским психологам. Мы можем направить к педагогическим психологам. У нас есть, например, в 53-й школе при выявлении стресс-реакции организма прекрасные комнаты релакса. Мы можем направить и в данные школы для того, чтобы снять стресс-реакцию организма. В той же самой 53-й школе у нас есть система биологической обратной связи, где при помощи аппарата выявляются уровень и глубина дыхания, что касается дыхательной системы отклонения. И при помощи этого аппарата, биологической обратной связи, сама программа создана таким образом, учит детей неглубокому брюшному дыханию. То есть у нас в нашу систему оказание лечебной реабилитационной помощи в величине и образовательной организации. И мы с ними в этом отношении просто безумно рады и довольны, что они с нами прекрасно взаимодействуют. Удивительно, то есть они заинтересованы, да? Да, да, и мы им очень благодарны. То есть никто без помощи, в общем-то, и не остается. Не останется. Все посчитаны, все разделены на потоки. И если кого-то мы не успеем охватить в этом году, то мы обязательно сделаем в последующем, 23-м году. Сейчас еще осень, но уже и зима на пороге. И, наверное, дети, которые начали учиться в сентябре, они еще не совсем адаптировались к условиям нахождения в больших коллективах. И угрозы вирусных каких-то инфекций, они остаются, да? Вот, как правило, традиционно осень, время прививочных кампаний. То есть тема, которая бесконечно обсуждается, бесконечно оспаривается. Что вы на эту тему сказали бы вот сейчас родителям, не детям, конечно? Вы знаете, конечно, когда мы говорим о профилактике, то основной вид профилактики, мы ее, медики, называем специфически, это вакцина-профилактика. Лучше, чем проведение вакцинации, наверное, не защищает нас ничто другое. Об этом говорят и наши цифры. Начиная с 1996 года мы стали вакцинировать население от гриппа. Это позволило с 1996 года до 2020 количество вакцинируемых увеличилось где-то в среднем в 5 раз, а количество заболевших уменьшилось в 76 раз. То есть я, например, когда где-то выступаю перед студентами, 76 раз. И плюс у нас те вакцины, которые поступают в регион, которые мы сейчас используем, они тоже являются плодом современных технологий. Мы сейчас имеем возможность вакцинировать и детское, и взрослое население двумя видами вакцин. Вакцины обе прекрасны. Одна вакцина Ультрикс четырехкомпонентная. В нее входит антигенный состав от высокопатогенного гриппа, от сезонного гриппа и от 2 антигена от вируса гриппа В. В прошлом году ее, по-моему, с огнем не сыскать было. Она была, но в не таком количестве, как в этом году. И вторая вакцина, которую тоже мы можем использовать, это вакцина Савигрип. Она вакцина трехкомпонентная. Но отличительной особенностью является то, что она содержит в себе действующее вещество. Она, в общем-то, используется в данной вакцине как стабилизатор. Но фактически опосредованно его действие, и для нас оно абсолютно на руку, иммуномодулирующее. То есть, как мы говорим, понижает количество заболеваний вирусными инфекциями после вакцинации от гриппа. То есть, такое неспецифическое действие. И поэтому, конечно, мы уже привили поступившей вакциной, наверное, использовали около, наверное, 80% поступившей вакцины. В каждое лечебное учреждение, в детское, во взрослая вакцина поступила. Она будет еще поступать и в октябре, и в ноябре месяце. И мы очень рассчитываем, что мы постараемся всю нашу заказанную вакцину сделать до наступления зимы, до декабря месяца. И у нас в планах привить до 70% пациентов с факторами риска и до 60% всего прикрепленного населения. То есть, до декабря еще не поздно привиться? Нет. Обращаю ваше внимание, что можно прийти, и мы вас ждем, с удовольствием это делаем. И в субботу, даже и в воскресенье. И, наверное, привиться все-таки лучше бы всей семьей? Если привьется вся семья, это будет просто идеально. Например, если ребенок младшего возраста вакцинировать мы начинаем только с 6-месячного возраста, а ребенку, допустим, месяц или два. То для того, чтобы обеспечить защиту, если привьется и папа, и мама, и, например, и старший ребенок, то ребенок будет защищен. Светлана Александровна, вам сложнейшее задание. Осталась минута. Можете прям тезисно, без объяснений, назвать главные ошибки родителей, которые не способствуют улучшению здоровья детей? В первую очередь, это самолечение. Вторую очередь, это не обращение внимания на какие-то микросимптомы у ребенка и позднее обращение за медицинской помощью. Ну и третье, это, наверное, то, что родители обмениваются информацией по лечению, не углубляясь и не понимая само вообще патогенеза и теологии, вообще вот этого основного нашего, значит, механизма развития заболеваний, обмениваются какой-то информацией и, слушая соседку и, допустим, каких-то родственников, используют те методы, которые совершенно ребенку не могут подходить. Поэтому, конечно, основная моя рекомендация для того, чтобы правильно и грамотно получать лечение, нужно обращаться к врачу. Я благодарю вас за участие в эфире. Дорогие друзья, если вы внимательно слушали Светлану Александровну, то у вас есть все шансы иметь здорового ребенка. Спасибо, что были с нами, благодарю вас. Спасибо. До свидания, увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова